Бытие, 32 глава И приказал им, сказав, так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков, я жил у Лавана и прожил до ныне, и есть у меня валы и ослы и мелкий скот и рабы и рабыни, и я послал известить о себе господина моего Исава, дабы обрести рабу твоему благоволение перед очами твоими. И возвратились вестники к Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек. Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный верблюдов на два стана. И сказал Яков, если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальные стан может спастись. И сказал Яков, Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи Боже, сказавший мне возвратить землю твою на родину твою, и я буду благотворить тебе. Не достоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел от Этиордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе, и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества. И ночевал там Яков ту ночь, и взял из того, что у него было, и послал в подарок Исаву, брату своему, двести коз, двадцать козлов, двести овец, двадцать овнов, тридцать верблюдиц, дойных с жеребятами их, сорок коров, десять валов, двадцать ослиц, десять ослов. И дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим, пойдите предо мною, и оставляйте расстояние от стада до стада. И приказал первому, сказав, когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты, и куда идешь, и чье это стадо идет перед тобою, то скажи, раба твоего Якова, это подарок, посланный господину моему Исаву, вот, и сам он за нами идет. То же, что первому приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря, так скажите Исаву, когда встретите его, и скажите, вот, и раб твой Яков идет за нами, ибо он сказал сам себе, умилостивлю его дарами, которые идут передо мною, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня, и пошли дары перед ним. А он ту ночь ночевал в стане, и встал в ту ночь, и взял двух жен своих, и двух рабынь своих, и одиннадцать сынов своих, перешел через Явок вброд, и, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним, и сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня, и сказал, как имя твое, он сказал, Яков, и сказал ему, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Яков, говоря, скажи мне имя твое, и он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем, оно чудно, и благословил его там. И нарек Яков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Якова. Бытие 33 глава. Взглянул Яков и увидел, и вот идет Исаав, брат его. И с ним четыреста человек. И разделил Яков детей Ильи, Рахили и двух служанок. И поставил двух служанок и детей впереди. Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел перед ними. И поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему. И побежал Исаав к нему навстречу, и обнял его, и пав на шее его, и целовал его. И плакали оба. И взглянул Исаав, и увидел жены, детей, и сказал, кто это у тебя? И Яков сказал, дети, которых Бог даровал рабу твоему. И подошли служанки, и дети их, и поклонились. Подошла Ильи, и дети ее, и поклонились. Наконец подошли Иосиф и Рахиль, и поклонились. И сказал Исаав, для чего у тебя это множество, которое я встретил? И сказал Яков, дабы рабу твоему приобрести благоволение в очах господина моего. Исаав сказал, у меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя. Яков сказал, нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей. Ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был благословен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес тебе. Потому что Бог даровал мне, и есть у меня все. И упросил его, и тот взял. И сказал, поднимемся и пойдем, и я пойду перед тобою. И Иаков сказал ему, господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойны. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир. Исав сказал, оставлю я с тобой несколько из людей, которые при мне. Иаков сказал, к чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего. И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир. А Яков двинулся в Саххов и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. Отсего он нарек имя месту Саххов. Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Хананской, и расположился перед городом, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой у сыновья Мора, отца Сихемова, за сто монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева. Бытие, 34 глава. Дина, дочь Ли, которой она родила Якова, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидела ее Сихем, сын Емора, Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Якова, и он полюбил девицу, и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Емору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девицу в жену. Иаков слышал, что сын Еморов обесчестил Дину, дочь его. Но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. И вышел Емор, отец Сихемов, к Иакову поговорить с ним. Сыновья же Якова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи и те, и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Якова, а так не надлежало делать. Емор стал говорить им и сказал, Сихем, сын мой, прилепился душой к дочери нашей, дайте же ее в жену ему. — Породнитесь с нами. Отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе за сыновей ваших. И живите с нами. Земля сия пространна перед вами. Живите и промышляйте на нем, и приобретайте ее во владение. Сихем же сказал отцу ее и братьям ее, только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне. Назначи самое большое вены и дары, я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену. И отвечали сыновья Якова, Сихема и Емору, отцу его, с лукавством. А говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их. И сказали им, Симеон и Леви, братья Дины, сыновья Леины. Не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. Только на том условии мы согласимся с вами и поселимся у вас, если вы будете, как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол был обрезан. И будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами, и составим один народ. А если не послушайтесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся. И понравились слова Сии Ямору и Сихему сыну Яморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Якова. А он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Емору с Ехем сын его к воротам города своего. И стали говорить жителям города своего, и сказали, Сии люди мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля же вот пространна перед ними. Станем брать дочерей их себе в жены, и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только в том согласимся с ними и будем жить с нами. И послушались Емора и Ехема сына его все, выходящие из ворот города его. И обрезан был весь мужеский пол, все выходящие из ворот города его. На третий день, когда они были в болезни, два сына Якова, Симеона и Леви, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город, и умертвили весь мужеский пол. И самого Емора и Ехема сына его убили мечом, и взяли Дину из дома Ехемова и вышли. Сыновья Якова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили Дину, сестру их. Они взяли мелкий и крупный скот их и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле. И все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в городе, и все, что было в домах. И сказал Яков Симеону и Левию, — Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным до всех жителей всей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, истреблен буду я и дом мой. Они же сказали, — А разве можно поступать с сестрой нашою, как с блудницей? Бытие, глава тридцать пятая. Бог сказал Яков, — Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрои там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Яков дому своему и всем бывшим с ним, — Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. — Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, и был со мной и хранил меня в пути, которым я ходил. И отдали Якову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Яков под дубом, который близ Сихема, и оставил их безвестными даже до нынешнего дня. И отправились они от Сихема, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов у Якова. И пришел Яков в Луз, что в земле Хананской, то есть в Вифиль, самые все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник и назвал сие место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица Исава, брата своего. И умерла Девора, кормилица Ревеккина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который назвал Яков дубом плаща. И явился Бог Якову в Лузе, по возвращению его из Месопотамии, и благословил его. И сказал ему Бог, имя твое Яков, отныне ты не будешь называть Яковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог, я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будут от тебя, и цари произойдут из шресл твоих. Земля, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию. И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему. И поставил Яков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Яков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль. И отправились из Вифиля, и раскинул он шатер свой за башню Гадер. И когда еще оставалось некоторое расстояние с земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды были ее трудны. Когда же она страдала в родах, поевальная бабка сказала ей, не бойся, ибо и это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Ефлием. Яков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня. И отправился оттуда Израиль, и раскинул шатер свой за башню Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране, Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницей отца своего Якова. И услышал Израиль, и принял то с огорчением. Сынов же у Якова было двенадцать. Сыновья Ли, первенец Якова, Рувим, по нем Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулун. Сыновья Рахили, Иосиф и Вениамин. Сыновья Валы, служанки Рахилины, Дан и Нефалим. Сыновья Зелфы, служанки Лейны, Гад и Асир. Сии сыновья Якова, родившиеся ему в Месопотамии. И пришел Яков к Исааку, отцу своему, ибо он был еще жив, в Мамре, в Кириафарбу, то есть Хеврон, в земле Хананской, где странствовал Аврам Исаак. И было дней жизни Исааковой сто восемьдесят лет. И испустил Яков дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью. И погребли его Исаак и Яков, сыновья его. Глава тридцать шестая Вот родословие Исаава, он же Едом. Исаав взял себе жены за черей Хананских, Аду, дочь Елоны Хитиянина, и Оливьему, дочь Аны, сына Цивиона и Виянина, и Васимефу. Дочь Измаила, сестру Новоиофа, Ада родила Исааву и Елефаза, Васимафа родила Рагуила, Аливема родила Иеуса, и Еглома, и Корея. Это сыновья Исаава, родившиеся ему в земле Хананской. И взял Исаав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и все стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Хананской. И пошел Исаав в другую землю от лица Якова, брата своего. Ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их по множеству стад их. И поселился Исаав на горе Сеир, Исаав, он же Едом. И вот родословие Исаава, отца Едумея, на горе Сеир. Вот имена сынов Исаава. Елефаз, сын Ады, жены Исаавы, и Рагуил, сын Васимафы, жены Исаавы. У Елефаза, сына, были сыновья. Фиман, Амар, Сефо, Гафам и Кенас. Фамна же была наложницей Елефаза, сына Исаавы, и родила Елефазу Амалика. Вот сыновья Ады, жены Исаавы. И вот сыновья Рагуила, Нахав и Зерах, Шамма и Миза. Это сыновья Васимафы, жены Исаавы. И сини были сыновья Оливемы, дочери Анны, сына Сивионона, жены Исаавы. Она родила Исааву и Иуса, и Иглома, и Корея. Вот старейшины сынов Исаавовых. Сыновья Елефаза, первенца Исаава. Старейшина Фиман, старейшина Амар, старейшина Цефо, старейшина Кенас. Старейшина Корея, старейшина Гафам, старейшина Амалик. Си старейшины Елефазовы, в земле и дома. Си сыновья Ады. Си сыновья Рагуила, сына Исаава. Старейшина Нахав, старейшина Зерах, старейшина Шемма, старейшина Мизи. Си старейшины Рагуиловы, в земле и дома. Си сыновья Васимафы, жены Исаавы. Си сыновья Олигаема, жены Исаавы, старейшина Иус, старейшина Иглон, старейшина Корея. Си старейшины Оливемы, дочери Анны, жены Исаавы. Вот сыновья Исаавы, вот старейшины их, это и дом. Си сыновья Сиира, Хариянина, жившая в земле той. Латан, Шавал, Цивион, Анна. Дишон и Цер и Дишан. Си старейшины Харвеев, сынов Сиира в земле и дома. Сыновья Латана были Хори и Геман. А сестра у Латана Фамна. Си сыновья Шавала, Алван, Манахав, Эвал, Шефо и Анам. Си сыновья Цивиона, Ая и Анна. Это тот Анна, который нашел теплые воды в пустыне, когда пас ослов Цивиона, отца своего. Си дети Анны. Дишон и Оливема, дочь Анны. Си сыновья Дишона. Хемдан, Эшбан, Эфран и Херан. Си сыновья Эцеры. Белган, Заваан, Укам и Акан. Си сыновья Дишана. Наут и Оран. Си старейшины Хореев. Старейшина Латан, старейшина Шавал, старейшина Цивион, старейшина Ана. Старейшина Дишон, старейшина Эцер, старейшина Дишан. Вот старейшины Хореев, по старшествам их в земле Сиир. Вот цари, царствовавшие в земле и дома. Прежде царствования царей у сынов Израилевых. Сарсал ведоми Бэла, сын Виоров, а имя города его Дингава. И умер Бэлой и воцарился по нем Иавав, сын Зераха из Васоры. Умер Иавав и воцарился по нем Хушам из земли Феманитян. И умер Хушам и воцарился по нем Гадат, сын Бедадов, который поразил Мадинитян на поле Маава, имя города его Авив. И умер Гадат и воцарился по нем Самла из Масреки. И умер Самла и воцарился по нем Саул из Рехофофа, что при реке. И умер Саул и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, сын Ахборы. И воцарился по нем Гадар, сын Варадов. Имя города его Паух. Имя жене его Мегетавель, дочь Матреды, сына Мизагава. Сии имена старейшин Исаавовых, но по племенам их, по местам их, по именам их, по народам их. Старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетев, старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пенон, старейшина Кенас, старейшина Фиман, старейшина Мефцар, старейшина Магдеил, старейшина Ирам, вот старейшины Идумейские. По их селениям в земле обладания их. Вот Исаав, отец Идумеян.